Привет, друзья! Сегодня у нас задачи из самого обычного учебника по геометрии, который знаком всем. Ну, короче, в этом учебнике есть не только задачи на подставь циферки, формулу и получишь ответ, но и вполне себе интересные задачи, похожие даже на олимпиадные, над которыми надо подумать. И вот у нас сегодня одна из таких задач. Нам с вами дан равнобедренный вот этот вот треугольник. Видите, я фиолетовым обозначил равные стороны. И в этом равнобедренном треугольнике проведено три равных по длине отрезка. У меня, конечно, они получились не очень равные, но я их отметил как равные. При этом эти отрезки равны по длине основания нашего треугольничка и вот этой вот оставшейся части боковой стороны. Но найти нам нужно угол при вершине этого треугольника. Ставьте на паузу, друзья. Думайте, пробуйте, решите. Задача очень интересная в решении. Используется, кстати, всего одно замечательное свойство треугольника, которое проходит еще там, в общем, на одном из первых уроков. Заинтриговал? Давайте вспоминайте, думайте. И когда надумаетесь, посмотрим, как решается задача. Итак, начнем с вами с вот этого вот маленького верхнего треугольника. Давайте этот знак вопроса сотрем и обозначим этот уголок, который мы ищем, через х. Но, так как вот этот вот треугольник равнобедренный, значит, вот этот угол равен вот этому углу, этот уголочек тоже х. А теперь ключевой момент в этой задаче. Собственно, сейчас я вам подскажу и дальше решите всю задачу сами. Смотрите, вот этот вот угол, вот этот вот, синий, он является внешним для вот этого нашего треугольника верхнего. Так, а внешний угол равен сумме двух других углов треугольника, не смежных с ним. То есть, х и х. Значит, этот уголочек равен 2х. Но вот этот вот треугольник у нас тоже с вами равнобедренный. Значит, это тоже 2х. Правильно? Правильно. Но это еще не все. Потому что теперь мы должны найти еще один треугольник, вот этот вот. И для этого треугольника вот этот угол будет внешним. И снова применяем ту же самую теорему, что внешний угол треугольника равен сумме двух других углов треугольника, не смежных с ним. То есть, х плюс 2х. Значит, это 3х. А раз это 3х, значит, и вот это 3х. Потому что вот этот треугольник тоже равнобедренный. Так? Ну и еще раз ищем с вами треугольник. Для которого вот этот угол будет внешним. Зеленый. Я думаю, вы уже нашли. Это вот это вот. Вот об этом треугольнике мы ведем с вами речь. Видите, да? Для этого зеленого треугольника вот этот угол внешний. И снова он равен сумме двух других углов, не смежных с ним. То есть, х и 3х. Значит, этот уголочек 4х. Так? А так как вот этот вот треугольничек тоже равнобедренный, значит, и вот этот уголочек тоже равен 4х. Ну, а дальше тут возможны варианты решения. Но мы с вами помним, что у нас наш большой треугольник. Вот у него фиолетовые боковые стороны равны. Значит, вот эта штука это тоже 4х. Так? А сумма углов треугольники это 180 градусов. Значит, 4х вот эти плюс вот эти 4х. Плюс вот этот вот уголочек нашей скомы x. В сумме должны дать 180 градусов. Тут у нас получается 9х равно 180 градусов. Значит, x равен 20 градусов. Все, друзья мои, задача решена. Вот такая вот интересная, необычная. И решается с помощью того самого свойства о внешнем угле, о котором многие забывают к концу школы. Ну, в общем, надеюсь, что вспомнили, и это вам пригодится в жизни. На этом у меня все, друзья. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, понравилась задача или нет. Как решали вы, долго ли думали. И помнили вы это свойство внешнего угла. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за вашу любовь к геометрии. От меня вам тоже лайки. Спасибо, что смотрите мои видео и решаете вместе со мной. И пока, друзья. До новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok